Пока готовился ужин, я решил натянуть тетиву на свой новый лук. Где моя парашютная стропа? Вот она. У этого лука тетива идёт туда. Нет, она идёт в другую сторону. А, в другую сторону? Да. В другую сторону. Это монгольский... Нет, так он сломается. Натягивать туда? Действует лучше в натянутом состоянии. Это жилы, сухожилия. Материал со внутренней стороны кости работает лучше под давлением, когда его сдавливает. Это первый в мире пример композитных материалов. Монгольские воины первыми это придумали. Значит, они взяли два материала, склеили их вместе, чтобы кость сжималась изнутри, жило натягивалось снаружи, и потом он сделал... В результате их луки могли быть в два раза короче обычного лука и не менее мощными. Так что они могли стрелять с лошади поверх шеи. И могли стрелять вправо, влево и назад. Они могли стрелять в эти три направления. Знавал я одного парня по имени Ричард Хаммонд. Тупого, как пробка. Откуда ты знаешь все эти вещи про луки и стрелы? Я начинаю вспоминать всякое. Мне это не нравится. На следующее утро, съев всю оставшуюся еду, мы снова пустили в путь к Мурану. По нашим расчетам, мы проехали 560 километров. Но поскольку наша карта была вне масштабной, мы понятия не имели, сколько еще нам осталось ехать. Но мы точно знали одно, что проголодались и устали. У меня невероятно сильно болят плечи. У меня не осталось ни одной части тела, которое бы не болело. Ни одной части, которой было бы тепло, удобно и сухо. А еще я испражнялся 6 дней подряд в поле, как животное. Моя спина! Кажется, мы немного взлетели. Вот черт! О, боже, это было нехорошо. Все же, по крайней мере, ситуация вскоре ухудшилась. Блеск! Теперь меня поливает золотым дождем. О, боже, хуже еще не было. Если на вершине этого холма обрыв, я с него съеду. Просто покончу совсем сейчас. Я хочу бокал вина! Нашей целью был следующий ориентир на нашей карте. Много деревьев. И вскоре мы их нашли. Много деревьев. Посмотрите-ка на это! Святая Матерь Божья! Мы оказались в потрясающем месте! Потом мы стали искать большую реку, а чтобы лучше рассмотреть местность, мы снова направились на возвышенность. Ну же, Джон! Да, ты справишься! Извините, я нахожу это смешным... Это случается, когда он счастлив. Оказавшись на вершине, мы не увидели реки. Только новые монгольские пейзажи. Так что мы достали карту. Так, надо принять решение. Полагаю, мы находимся тут, да? Ведь мы уже проехали много деревьев, мы где-то в конце этого участка. Мы должны пересечь эту реку, что бы ни случилось. Мы можем поехать либо сюда, на север и вокруг, что, наверное, будет немного дальше, либо можем поехать на юг. Вот так будет немного дальше, чем вот так. Да, но эта дорога заканчивается у глубокой реки Отчаяния с порогами. Она нарисована на карте. Да, не специально так нарисовали. Если мы не сможем пересечь реку, там нам все равно придется ехать назад и по кругу. Если поедем сюда, то найдем тропинку, которая выведет сбоку вот этого участка. Вот этой долины? Да, вокруг. За въезд получается длинный. Да, так будет дальше, но на маршруте не будет вот этого. Значит, договорились, джентльмены. Да. Едем на север. Нас не интересуют красоты, нас не интересует Отчаяние. Нас интересует вино, а самый близкий путь к нему вон там. Поехали. Запрягаем.